друзья всем привет вчера приехали растения я не сказать что вижу от радости ну просто вижу наверное от умиления от удовольствия просто созерцать вот эту красоту ну начну с хавортии в основном конечно я заказывала хавортии несколько видов других растений которых сейчас чуть позже расскажу хавортии здесь четыре вида я вчера отмыла палетку которую отнесла уже ну вот у меня в одной палетке вот здесь стоят растения уже давно стоят они приходят в горшочках но без палеток а палетки я уже рассказывал как-то давно увидел что я однажды в ашане может быть года три назад закупала просто маленькие горшочки вот такие вместе с палеткой ну как в наборе они шли но потом когда я поняла что у меня очень мало места я ушла от них но в этот раз опять пришли они маленькие горшочки 5 сантиметровые и по размеру они прям идеально вошли в нее ну вот притащила и расставила то есть расставила все по сортам здесь пять сортов одного вида 5 сортов другого третьего четвертого итого 20 штук вот начнем любую возьму вот они все не все одинаковые можно сказать все одинаковые все красивенькие это хавортия мунстон что такое на такую красоту нет резкости но это вообще ужасно вот вот такая хавортия узор прозрачные листья завораживающие ну классные классные прекрасные сорта но не сказать что прям сейчас они уже достаточно редкие но довольно редко встречающиеся дело в том что вот эти хавортии вот именно вот эти три вида они ну практически не размножаются от розетки то есть чтобы получить вот такое растение нужно либо посеять семена и ждать когда вырастет сеянец вот до такого состояния где-то года три может быть четыре из сеянца либо срубить уже у взрослой розетки у подросшей макушку и ждать когда полезут дети из пня ну губить такую красоту конечно не каждый решится у кого-то допустим и есть большое растение прошу прощения прыгнула белка на мое голое плечо я загородила ей обзор она никак не может залезть но она нашла выход ободрала мне плечо и прыгнула о чем я говорила блин больно ну наверное о том что не каждый решится срубать голову своей сортовой хавортии для того чтобы ее размножить и чтобы опять ждать от нее детей которые будут медленно расти ну это как бы не для коллекционеров если ставить цель размножения но все равно очень жалко вот согласитесь очень жалко срубить голову вот у такой уже подросший красоты вот у это еще рано срубать голову там еще как бы она еще небольшая для того чтобы есть стать мамкой это хавортия мунлайт поднесу поближе чтобы рассмотреть вот эти узоры в листьях прям удивительные удивительные они различаются формой листьев строением розетки они различаются но все равно вот эти прожилки у всех растений просто вот просто я не знаю я прям балдею на них смотрю кстати я свою вот такую хавортию монстон ну можно сказать загубила нет но не загубила вот она на у меня смотрите это как бы с прошлого привоза она у меня долго была не пересаженная я мучила мучила в итоге я пересадил она вроде принялась и я бухнула в нее слишком много воды по ходу но не то что слишком много воды просто они мне все стоят на солнце хавортии вообще солнце не любит ведь она какая коричневая вот сравнить цвет различается то есть если хотите изменить цвет своей хавортии поставьте ее на солнце вот она такая покоричневела загорела и от того что нас паяла на солнце солнце достаточно сейчас еще очень сильно печет вот сейчас сентябрь середина сентября все равно еще очень сильно печет две недели назад вообще было жарище до 50 градусов на термометре зашкаливала на солнце и в общем корни сварились и вот все что от нее осталось но хавортии они очень живучие они сбрасывают корни легко и также легко их наращивать вот смотрите видите лезет корешок и вот там еще где-то я смотрела сегодня проверяла ее в нескольких местах вот там вот пробивается корешок вот пупырка возле ствола то есть она сейчас я ее посажу влажный грунт слегка влажный и она попрет эти корни даст и наберет тургор и будет жирненько и красивая но это ошибка недогляд но это не страшно следующий вид офигенный вид такой вот негритеночек по сравнению с вот этими то есть он даже если допустим вот эти хавортии будут темнеть на солнце в частности вот это вот эти две то это она уже темная изначально то есть она не на солнце она вот изначально такая вот такие у нее черные прожилки сортовая конечно хавортия классная это хавортия подвид камптониан и сорт сейчас 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 вспомню кристалл баль хрустальный шар вот такой хрустальный шар но действительно хрустальный они все вообще хрустальные я не знаю мне кажется надо к вот этим видом приписку хрустальная делать ко всем чудесные просто чудесные вот здесь не знаю видно будет нет листики зеленоватые это там где касался грунт я его немножечко обчистила ну красота просто красота вот смотрите какая красота я просто вот знаете можно стоять целый час и просто на них смотреть смотреть как в бездну в эти окошки вот пройдусь по всем что они все одинаковые что все они офигенные просто вообще я от них балдею но и последний вид какой попроще тут вынуть горшок то это хавортия купери венуста растения практически все с детками достаточно большие достаточно увесистые прям вот тяжелые тяжелые вот эти не очень тяжелые а вот эти ну так как вот они окошечные листья у них надуты там очень много влаги давайте на солнышко посмотрим обалдеть обалдеть такие классные ну такие классные ну смотрите на какие они классные вообще вот эти хавортии все окошечные с прозрачными окошками они мне кажется вообще какие-то неземные какие-то космические но с другой планеты вот смотришь на нее и не скажешь даже что это что это растение вот какие-то такие природные извояния хрустально каменные вот розетка здесь уже три головы в этом горшке 3 ну да 2 и вот одна большая и вот здесь уже пробивается еще и середина 1 то есть будет уже такая хорошая кучка из хавортий ну невероятные многие не любят хавортии но знаете что я вам скажу я вот раньше тоже их не очень любила до того времени как я не увидела их своими глазами именно то что я хотела вот хотела я вот эти виды и я пока не увидела их своими глазами на картинке это не то когда ты смотришь на нее в живую когда ты ощущаешь всю эту красоту когда ты заглядываешь в эти окошки ну поверьте это любовь на всю жизнь просто на всю жизнь у меня кстати дочка заразилась тоже суккулентной болезнью вот на протяжении многих лет сколько я выращивала растения суккуленты она совершенно относилась к ним нейтрально то есть на многие она говорила о этот страшный этот вообще ужасный вот на этих червяков она говорила на телекадон мама как можно вообще такое держать на фига тебе это палка вот на красу в частности вот это беркли она говорила что я не знаю я просто тебя не понимаю в ней ничего нет хорошего ну кстати многие так думают но в этом году что-то случилось с моей дочерью и она она изменила свое мнение и она у меня выклянчивала и хеверию орион которую я и от жадности не отдала я говорю ты его загубишь я тебе лучше дам детку расти нет я хочу большое я хочу большие меня привлекают большие и она влюбилась вот в этих а ворте я и вчера прислала фотографии мама 4 мои вот так кстати вот еще осталась одна хаворти в продаже хаворти айс сити одна моя такая в горшке но я пересадила чтобы она не мучилась вот сейчас она адаптируется сейчас надо их уже полить ее и мою и и все хаворти какие меня есть вот тоже кстати очень классная хаворти смотрите у нее тоже узор такой интересный каждый лист своим узором сейчас эти окошки надуются она станет жирная толстая я темненькая она из-за того что говорю солнце попадает на них очень сильно светит солнце вообще хаворти им конечно прямые солнечные лучи они не очень на них хорошо действует они влияют на рост они стагнируют хаворти и когда находится на солнце у меня в прошлом году я уже рассказывал что в прошлом году мои все хаворти стояли вот здесь на этих полках по было место побольше они все влезли я их оставила так они за лето просто зарылись в землю я их даже и можно сказать не нашла там несколько вот как они так могут они прятались бедняжки от солнца и они просто вот запаковали себя в грунт и когда я занесла их домой уже на зимовку мне пришлось их пересаживать потому что они настолько глубоко ушли в землю настолько они углубили свои листья в землю что я просто даже удивилась как такое вообще возможно так как в природе они растут в жарких местностях вот то что я до этого рассказала они углубляются в почву они все уходят в почву так как ушли мои от жары в прошлом году все зарылись почву и в природе они углубляются настолько но здесь возможно мешал горшок то есть корни не так были направлены если бы они были направлены вот просто в грунте в открытом то есть раздолье было бы корням и раскит листьев был бы такой уже естественный но в природе они так углубляются что у них остаются на поверхности только вот эти одни можно сказать окошки через которые они фото синтезируют и можно сказать через которые они и живут и существуют вот еще одна моя хаворти тоже окошечное тоже с шершавыми окошками она бывает розоватого цвета сейчас она покоричневела но потому что на солнце ну вот такой общий вид так ну про хаворти рассказала вот еще эту красоту сейчас поднесу так материальная красота просто чудесные какие-то кристаллы драгоценные камни изумруды я не знаю как их еще назвать бриллианты но в живую они намного классе намного лучше намного прикольнее смотрится чем вот снимает их камера и чем вот смотрите вы смотрю я через объектив и смотрите вы и в видео в живую они намного шикарней следующее растение таких розеток пришло две две хорошие 1 будет по уценке это их и верия шавиана pink frills розетка достаточно большая сантиметров наверное 7 может быть 8 такая уже хорошенькая капуста сейчас она потемнеет я ее выставлю на солнышко сейчас она потемнеет примет вот такой оттенок как моя это вот мой сорт шавиана pink frills то есть мое домашнее растение вот от того что сейчас есть и от того что будет она достаточно быстро придет шавианки они вообще неприхотливые они всегда такие вот компактные не тянутся и набирают цвет ну и так вот таких два растения и одно будет по уценке сейчас покажу вам уценку вот видите обломанные листики с одной стороны но точка роста есть она быстро наращивает листья и поэтому все с ним будет хорошо вот это пришло одно единственное растение это их и верия шира но я думаю что это возможно и геркулес может быть не геркулес в общем до этого у меня были такие под названием шира по всей видимости наверное это это шира будет она очень красивая просто ну это гибрид полидонис раз это гибрид полидонис значит она не будет тянуться красная каемочка по листу у нее будет ярко выраженная всегда вот она сейчас даже ехала в темноте и все равно на такая бодрячком смотрите какая классненькая такая малышечка очень милая вырастает она не очень большой где-то наверное максимальный размер розетки возрасте трех лет даже до семи сантиметров может быть 8 максимум полидонис они конечно большие вырастают они до 12 вырастают в хороших условиях таких если их кормить поить вот это же поменьше бывает но красота и и от этого не уменьшается следующий вид адрамискус мускулатус тоже такой пестрый адрамискус сейчас позеленел слегка наберет оттенок я вам по моему в прошлом видео показывала где у меня детка там завалялась в горшке и которую я пыталась подсадить вот он на солнце стал вообще бордовым прям вишнево-бордовый такой красивый такой пятнистый леопардик любой суккулент интересный любой какой ни возьми в нем можно столько изюминок найти в каждом вот такой адрамискус друзья спешу мухи атакуют окно открыто просто вот зеленые с великим жужжанием залетают это красовый беркли такие уже были я себе вот посадила одну такую красового очень медленно растущая но очень очень интересная не знаю я вот все что у меня тут сидит мне нравится я их обожаю мне нравятся такие растения замысловатые небольшие сочетание вот с яркими камушками прям вообще бомбочка вот тут вот тоже такая же бомбочка вот такая красота такая красота ну вообще такая миленькая замечательная это авония бумажная по сравнению с теми которые приходили наверное месяц или полтора назад это прям пришли лошади но она дорогая очень я заказала себе всего вот один горшок прям лошади лошади сейчас сравню своей ну хотя бы можно просто будет видеть какого плана она вырастет ну моя белей потому что солнце придает ей компактность здесь зеленого стволика видно больше вот вот но как же мне поставить чтобы смотрите размер насколько больше они но они сейчас полегли потому что они ехали в посылке они распрямятся эти тоже приехали крючка крючкообразные такие но потом распрямились и все с ними стало хорошо сейчас они тоже за за шуршат они уже кстати шуршат прям нет ветер дует не будет слышно и эти шуршат действительно как бумага просто как бумага очень интересные растения очень для любителей экзотики чего-то необычного это как раз то что нужно она цветет вот эта палочка сухая она цветет шуршащие цветочки такие мимишные у меня еще не цвела потому что рано я еще у меня она наверное месяца полтора только следующее растение красула пирамидалис а и что же я свою-то не достала и сейчас не дотянусь тут растение стоят это очень будет долго пирамидалис вот такая пирамидалис их несколько кустов приехала вот они они сейчас они все распрямятся которые побольше они слегка наклонились но сейчас они три дня на солнышке они станут нормально тем более они были неполит и за счет этого они еще такие поникшие я их вот полила сегодня они постоят на солнце и дня за три-четыре они уже и потемнеют кстати вообще обалденная красула не знаю как же вам свою показать ой не вижу солнца ничего я думала нажала просто ничего не вижу указывается там что-то еще снимается даже пальцами не раздвину потому что мне неудобно сейчас вот так сделаю вообще не вижу а вот она нашла так и осталось наверное у нас три растения вот это олеонопсис шунаса это растение семейства аизовых их называют живыми камнями то есть литопсы конофитумы олеонопсисы фритии фенестрарии вот все это одно семейство и практически одинаковый уход любит солнце очень бедный грунт летом полив обильный редкий раз в десять дней где-то зимой растение находится практически в спячке поливать его зимой очень редко не переносит очень холодных температур ниже десяти градусов поэтому вот сейчас я их не буду выставлять на улицу потому что потому что ночь то уже холодные ну вот второе растение такое же мимимишные они растут невысокими и кустик разрастается вширь когда кустик набирает массу у него утолщается корень и корень как каудекс вылезает наружу и смотрится он вообще изумительно он цветет очень крупными цветами для размера растения цветы достигают трех сантиметров ну вид такой у него ну вид такой у него своеобразные очень интересных не как литопс и литопса они на растут сейчас покажу литопса они растут из земли из земли поэтому семян на нем не будет поэтому семян на нем не будет в прошлом году какая-то бешеная муха опылила вот этот зеленый литопс и я собрала семена с него но еще раз поближе покажу покажу вам лайнопсис еще одно растение такого же под вида это я забыла финистрария так это финистрария финистрария а вот у меня есть показывала я вам ее уже фрития многие путают фритию и финистрарию в чем отличие вот крупным планом фрития она не очень большая но смотрите вот у нее шершавые такие стволики вот даже видно что они шершавые прям там даже как сеточка такая как кожицы ящерицы вот смотрите не знаю получится приблизить ну видно и окошки у нее шершавые финистрария же полностью гладкая вот в этом основное отличие и окошки у нее гладкие и структура листьев сама гладкая то есть шершавинки нет здесь вообще ни капли вот в этом и основное отличие ну потом конечно же в цветении отличие ну и в основном вот и все внешний вид условия содержания одинаковые сейчас покажу вот это финистрария она более-менее доехала нормальный один листик сломан кстати листами на ней размножается только делением куста либо семенами все лист оторвался даже если он оторвался очень низко деток от него не будет сто процентов вот это нормальное растение приехала неплохое а два пойдут по уценке всего три штучки приехала так что я еще не показывала и не показывала я еще вот эту красула это красула аусенсис титанопсис очень интересная очень милая очень своеобразная ну название говорит само себе о себе это гибрид двух растений титанопсис и красула аусенсис вот такая такой куст продаваться будет либо кустом либо деленкой таких растений одно я оставлю себе прям целый куст оставлю и четыре таких куста на продажу тоже шершавые листики такие конопушки там беленькие выпуклые точки красные носики ну мимишные вот она у меня пойдет к тем горшкам вот к тем где чудо растения сидят вырастает она больше вот здесь она ну можно сказать не очень большая грунт ей естественно не подходит здесь прям сплошной торф что недопустимо и вообще я вообще удивляюсь как ну они знаете они вот эти все производители которые выращивают растения для продажи они их сажают в обычный торф торфяные таблетки но почему у них не гибнут растения вот все растения которые в ашанах там в леруа продаются почему они не гибнут изначально в торфе потому что все производители добавляют стимуляторы роста ускорители роста замедлители роста то есть растения выращиваются практически на химии вот поэтому они держатся нормально до той поры пока они не попадают в магазин где уже с ними никто ничего не делает поэтому покупая вот такое растение в торфяном грунте вам нужно срочно его пересаживать обязательно чтобы она продолжала свой рост и начинала набирать и форму и объем и цвет вот еще одна красула она будет больше листочки будут больше вот здесь она просто началась сейчас все вот эти кусты начали бешено множество множество полезло большое количество деток куст начал делиться и большие листики они остановили рост за счет того что все силы растения были брошены на образование детей молодняка вот этих вот побегов которые окружили мамку со всех сторон цветут все кусты цветение говорит о том что растению хорошо не знаю не могу приблизить крупным планом постоянно мутно солнце слепит я вообще ничего не вижу вижу только в кадре зеленые вот эти палочки которые мотаются все а что там с листьями приблизила я их или нет даже не знаю но все друзья это были все растения которые вчера ко мне приехали в основном конечно упор я делала на хавортии вот этот у меня есть этот у меня есть а вот этих двух нет вот две из них вот из этих рядов две из них мои остальные ваши все вот эти растения вот эти растения вы очень часто видите потому что последние обзоры они были на этом окне а тот то кухонное окно с которого начинались первые части это было уже наверное почти два месяца назад уже конечно тоже изменились растения надо как-нибудь снять обзор на том окне посмотреть что с ними стало за два месяца какие-то поднабрали цвет подросли конечно сильно но скоро им грядет не очень хорошая пора лампы полки теснота хотя они и здесь как на полках стоят тоже в тесноте но здесь хотя бы можно горшочек раздвинуть там ящики чуть-чуть подвинуть чтобы больше места им было на полках такого не будет прям с печалью провожаю осень я вообще люблю осень такая пора я ее обожаю ну вот потому что суккулентом моим уже требуется и не только моим вообще всем суккулентом нужно уже перебазироваться в тепло вот это наводит грусть тоску ну все друзья всем спасибо за просмотр еще раз быстро пробегусь паха в орте вот вот такая красота неземная они правда неземные на земле не существует таких растений они из какого-то другого инопланетного мира ну и все ну это вот а это вот вот друзья всем здоровья всем удачи всем добра хороших растений теплой погоды желательно подольше прекрасного осеннего настроения пока 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 не забывайте пока не забывайте